Различные пранки и также советы по пикапу. Как познакомиться с девушкой и многое другое ты сможешь найти на канале Life Republic. Заходи и подписывайся. Как делишь к ребятишке? С вами Става Эдисон. Добро пожаловать в Minecraft без модов, а именно в одну команду, как называется вот эта рубрика. Если вы заметили, то подобные видео в последнее время стали выходить очень редко. Поэтому если вы хотите больше тому подобных видео, вы знаете что делать. Ребята, каждый ваш лайк для меня очень сильно важен. И каждый ваш лайк ускоряет выход новой серии. Поэтому, ребята, чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. И это зависит только от вас. Потратить одну секунду, но для того, чтобы серия от Эдисона вышла намного быстрее. Ребята, решайте вы. Но я вам даю свое слово. То, что набираем 1500 лайков, выходит новая серия. Также каждый подписчик для меня как друг. Поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Вы действительно станете мне большим другом, если вы на меня подпишетесь. Честное слово, это не так-то сложно. Секунда лайк, секунда подписка. Но ты действительно сможешь меня сделать намного счастливее. Поэтому, ребята, я жду то, что вы не поленитесь и выполните эти две просьбы, которые я вам задал. Но, ребята, мы больше не будем тянуть больше дела, меньше разговоров. И мы сразу же приступаем к самому видео. Ну что, ребята, что мы будем рассматривать в этой серии? В этой серии мы рассмотрим топ-10 способов, как уничтожить мир в Майнкрафте. А именно, мы будем выдавать себе новые гранаты в Майнкрафте на самом последнем снэпшоте. А именно, 16W-02A. Снэпшоты все продолжают и продолжают выходить, но я не знаю. И, наверное, никто не знает, когда выйдет новая версия Майнкрафта, а именно 1.9. Я жду. Ребята, я не знаю. Напишите в комментариях, ждете ли вы новую версию. Я думаю, что многим бы хотелось увидеть, как я бы, например, выживал в ванильном Майнкрафте на новой версии 1.9. Потому что вновшенствах там действительно очень много. Но разработчики все продолжают тянуть, и никто не знает, вообще выйдет ли новая версия. Будем надеяться, что да. Но, ребята, сейчас мы будем приступать. Как же нам выдать командный блок? Если кто-то еще не знает, до сих пор не знает, как выдать себе командный блок, то он выдается именно так. Так, делайте скриншот, записывайте себе на бумажку, бегите за маминым телефонами, делайте фотографию на экране. Ребята, я не знаю. Делайте, что хотите, но не спрашивайте мне у меня, как выдавать себе командный блок. Сейчас я вам показываю. Поэтому, ребята, запоминайте. Ставим его и вписываем команду, которая уже находится в описании. Заходите и копируйте. Тут ставим Always Active, то есть, вечно активен, вечно включен, для того, чтобы больше не активировать вот эту построечку каким-то рычагом, кнопочкой, нажимной плитой или тому подобными способами. Да, то есть, в новых версиях Майнкрафта это уже работает вот таким вот образом. Все. Если у вас установилась вот такая магическая коробочка, значит, то, что ваш мир был загружен... Нет, это не мод. Была загружена эта команда. Да, тут, ребят, модов никаких нет. Рубрика же называется без модов, поэтому какие тут могут быть моды. Что мы сейчас будем делать? Как видите, тут уже у нас даже гуляют виллиджеры. Они, если честно, нам очень сильно пригодятся. И мне даже не нужно спамить. Я уже приготовил нам нужные тут предметы. То есть, вы можете гулять по деревне и найти специального виллиджера, специального жителя, который будет называться Гранат Дилер. Он будет продавать различные гранаты, а именно 9 штук. Я вроде читал, там было написано то, что 10 штук, то есть топ-10 гранат, но когда я зашел, когда я проверял до этого видео, там было только 9 гранат. Я не знаю, может, автор вот этой команды не знает считать, фиг его знает. Но все же, ребята, если топ-10, он так назвал, пускай будет топ-10. Вы будете гулять по деревнях и вы сможете найти вот такого НПС виллиджера. Поэтому, ребята, ищите, ищите и еще раз ищите. Что мы сейчас будем делать? В первую очередь, мы будем покупать себе обычную гранату. Обычную гранату вы можете купить за 5 пороха. 5 пороха очень просто добыть, убить там несколько криперов и все, ничего такого сложного нет. Что делает обычная граната? Давайте, знаете что? Давайте мы не будем стрелять вот сюда, потому что тут у нас есть посрочка. Если мы ее случайненько разрушим, то это будет не очень круто. Что делает обычная граната? Вам нужно просто нажать на правую кнопочку и вы запустите гранату, которая немного тут попрыгает, попрыгает, попрыгает и взорвется. То есть, как обычная граната, вы кинете, она немного полежит и потом сразу же взорвется. Давайте мы еще раз попробуем. Давайте вот, допустим, кинем вот сюда на вот эту крышу. Кинем вот сюда. Кинем, кинем вот сюда и посмотрим, как они будут взрываться. Она взорвалась вот тут, но почему-то я не вижу то, чтобы она взорвалась вот тут на крыше. Вы же помните то, что я сюда кидал? А если мы, допустим, кинем сюда? Граната. Во, во, взорвалась сюда. Во, замечательно. И прям внутрь, вот сюда, ребята, знаете? Там, через такую маленькую дырочку вот туда закинули и взорвали. А тут, кстати, что-то есть. Нет, дайте мне... Дайте мне проверить. Офигеть, сколько тут еды. Ну, мы оставим местных жителей без припасов. Если они, конечно, смогут сюда прийти и забрать. Но это обычная граната. Самая обычная, которая только существует. Это как обычный ТИНТ. Но мы на этом не будем останавливаться. Ведь мы дальше можем продвигаться и покупать новые гранаты. Которые намного, намного и намного лучше. Но мне бы сейчас найти вот того жителя, вот того торговца гранатами. Которого мы заметили в этой деревне. Но я, если честно, не помню, где он был. Вот он. Да, вот он. Хуй, я уже напугался то, что мы тебя, пупсик, потеряли. Так, сейчас что мы будем покупать? Мы будем покупать вторую гранату. Это зажигательная граната. Это как обычная. То есть, если вы кидаете, да, и она взрывается. Вот так. То зажигательная граната, уже, наверное, все поняли, что это такое. Если вы кидаете, то в первую же очередь она взрывается. А вторую она поджигает все вокруг. То есть, в радиусе взрыва она все поджигает. Поэтому это очень круто. Это граната, если честно, мне очень сильно нравится. То есть, смотрите, она даже не успела взорваться, как она уже все подожгла. Она подожгла вот тут все, но взорвалась почему-то внизу. Я не знаю почему. Еще раз кинем туда. Она сейчас взорвется. И подожжет все вокруг. Зря мы, наверное, поджигаем вот эти деревянные дома. Потому что вот этот весь город состоит из деревянных домов. Мне кажется, сейчас тут будет какой-то грандиозный пожар. Но вы, ребята, поняли, что я имею в виду. Вы поняли, что это за граната. Кинем, допустим, одну сюда, одну сюда, одну сюда, одну сюда и одну сюда. И сейчас устроим прям местный пожар. Но лучше не баловаться с этими гранатами, потому что они очень опасные. Мы приземляемся обратно. И еще раз ищем нашего потерявшегося жителя. Вот он. Мы опять думали то, что ты куда-то пропал. Что мы будем сейчас, ребята, покупать? Мы будем покупать флэш-гранейт. Это как флэшка в кэске. То есть дайте мне обратно мой порох. Дайте мне обратно. Забагался? Походу забагался. Что он делает, ребята? Что делает это флэш-гранейт? То есть кто играл хоть раз в кэск-го? Да. Не только в кэск-го. Кто хоть раз играл в какие-то шутеры, тот отлично знает, что делает флэш-гранейт. То есть если мы кинем, допустим, какое-то живое существо, то она его ослепит на вроде 2 или 3 секунды. Сейчас вы не видите, что она делает. Но если мы кинем ее себе под ноги, то смотрите, что произойдет. Давайте еще раз попробуем. На 2 секунды она нас ослепит и мы ничего не можем видеть. Представьте, как это будет круто играть против какого-то друга только на вот этих гранатах. Выдать себе фулл сет алмазной брони. И бегать на какой-то крутой карте, допустим, допустим, с той же кэски. Да, скачать там карту ДАС-2 или НЮК или Трейн или какую-то любую другую. И просто соревноваться на вот этих гранатах. Кидать друг у друга. Вот, флэшка, флэшка, флэшка. Ослепили. Потом кидаем ему зажигательную гранату. Поджигаем его. Потом кидаем обычную гранату. Срываем его. И как это будет круто. Мы не будем убивать сразу же за одну секунду и сразу же заканчивать раунд. Нет, потому что мы будем фулл с зачаренной алмазной броней. Нам нужно будет кинуть как минимум 5 где-то гранат, чтобы его взорвать. Где-то вот так. Нет, это нажитель. Нет. Фу, я уже думал, мы его немного покалечили. Не нужно калечить бедного жителя. Вот он. Поэтому, ребята, это флэш гранат. Третье по счету. Сейчас у нас будет четвертое по счету. Вы видите все рецепты, ребята. Вы видите, у меня все тут было выложено в инвентаре. Но кто не запомнил? Кто не запомнил? Обычная граната делается с 5 пороха. Потом зажигательная граната делается с 5 пороха и 5 blaze powder. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот оно, ребята. Потом следующая граната. Флэш граната делается с 5 пороха и 5... Что там у нас было? Вот этого ресурса с сквида. Я не знаю, как его называть. Сейчас, ребята, я забыл. Какой-то мешочек. Офигеть, ребята. Я, если честно, забыл. Не знаю, у меня есть небольшие провалы в памяти. Поэтому, ребята, не обижайтесь. Но я забыл. Если захотите, то вспомните. Что мы дальше будем покупать? Дальше, ребята, мы будем покупать... Как у нас называется? Химическая граната. Давайте посмотрим, что она будет сейчас делать. Это четвертое по счету граната. Что она делает? Если мы, допустим, ее кинем в стену, то, как видите, у нас в небольшом таком радиусе, ну, где-то так метров 5 на 5, получается вот такая зелененькая зона. Что будет, если кто-то войдет в эту зону? Вы, ребята, получите отравление. Поэтому она и называется химическая граната. Любое живое существо, которое войдет вот в эту зеленую зону 5 на 5 метров, как я уже приблизительно на глаз это вымерял, то вы получите отравление. Даже если мы сейчас сюда встанем и выключим гейммод, то смотрите, что у нас произойдет. Нам выдается отравление. Поэтому, ребята, с этим лучше не баловаться. Но, как я еще раз говорил, это будет очень круто, если мы будем состязаться с каким-то другом на какой-то карте. Вот так мы просто-напросто вот это все закидаем, и он просто не сможет сюда пройти. Он не сможет в нас стрелять, он не сможет с нами ничего не делать, потому что тут у нас будет зараженная зона, через которую он в течение 12 секунд не сможет пройти. Поэтому это очень даже круто. Вот наш чувачок, ты прям знаешь, ты прям дружок, ты прям нам помогаешь. Вот стой тут и не выпускай его никуда. Он, знаете, его так припер к стенке. Стой тут, стой тут, никуда не выходи, потому что нам еще понадобится его помощь. Ну что, ребята, мы будем приступать к пятой по счету гранате. Кто не запомнил, как крафтится вот эта химическая граната, она крафтится с помощью 5 пороха и 5 глаз паука. Да, очень, очень и очень просто. Мы приступаем к следующей гранате, а точнее пятой по счету. Как ее скрафтить? 5 пороха и 32 серых красителя. Это смоук гранейт. Мне даже не нужно объяснять, что это такое, потому что уже все давно поняли. Это, ребята, смоушка, ну или просто дымовая граната. Если мы ее кинем, то у нее появится замечательный эффект, ребята. Замечательный, через который вы нифига не сможете увидеть. И как это круто выглядит. Флешка, смоу гранейт, обычные гранаты. Только представьте, как реально будет круто сражаться против кого-то. Это отличный способ, чтобы прятаться. Это отличный способ для того, чтобы стать каким-то ниндзя. То есть, чтобы вас никто не заметил. Мы кидаем, допустим, вот сюда. Дайте вот это все испариться. Или, допустим, даже вот сюда. Вот мы стоим вот тут, в укрытии. Кидаем сюда смоу гранейт. Все в дыме. Только не туда, куда я хотел. Вот сюда мы кидаем смоу гранейт. Все в дыме. И мы выскакиваем, как ниндзя. Бо, где ты, зараза? Где я только что тебя тут видел? Где ты, зараза? Я только что тут виллиджера видел. Походу, это не мы, ниндзя, а походу, это он, мать его, ниндзя. Только что тут был виллиджер, я кинул смоу гранату, и он пропал куда-то. А я хотел на него незаметно напасть. Ладно, походу, тут реально какой-то городочек, ниндзя. Зараза, ты нас подвел. Ты нас подвел. Ты выпустил торговца гранатами. Где он? Вот он. Хотел сбежать, но не сбежишь. Что мы, ребята, будем дальше покупать? Нам нужен один порох, и нам нужно фаерворк старт. То есть, звезда, ну, как бы это назвать по-русски? Это, ребята, фейерверк. Звезда, и что мы получаем? Мы получаем гранату фейерверка. Вы кидаете гранату, тем самым запускаете фейерверк в небо, допустим, вот так, и смотрите, что у вас появляется. У вас появляются замечательнейшиеся, замечательнейшиеся эффекты в небе. То есть, мы можем кинуть много, 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 много гранат, и смотреть на небо, что там будет происходить. Это самый простой способ для того, чтобы запустить фейерверки в Майнкрафте. Вам не нужно больше париться, и вам не нужно больше крафтить. Поэтому, ребята, это даже очень полезная граната, именно на, на Новый Год, хоть к Новому Году еще, еще год, но все же, ребятам, потерпим к следующему году, и может, она нам даже пригодится. Поэтому, о, прям, подожжем сейчас вот эту машину, или что это, карета какая-то. Но, ребята, мы не будем дальше тянуть, и сразу же приступаем к следующей гранате. Ты опять от нас скрылся, ребята, может нам закрыть его где-то в какой-то калитке, и в какой-то... Где ты, зараза? Вот. Бегаешь туда-сюда, и бегаешь туда-сюда. И у нас по счету, три последних гранаты. Что они делают? Что они делают? Только это не вот так крафтится, а как она крафтится? Вот так. То есть, нам нужна, нужна одна обычная граната. Не порох, а уже одна обычная граната, и также один слайм бол. Что у нас получается? А у нас получается липкая граната. Кто играл в Call of Duty, хоть раз я играл, поэтому я помню, не знаю, может в каких-то других играх тоже есть вот такие гранаты, но в Call of Duty 100% они есть. Это липкие гранаты. Что они делают? Если вы ее кидаете в какое-то место, то она прилипает к этому месту. Она действительно сюда прилипла, и все, она отсюда не будет падать. И через какое-то время она взорвется. То есть, мы можем накидать кучу гранат. Вот, видите, она взорвалась. Мы можем даже кинуть ее вот в этого бедного Вильджера. Вот, нет, зараза, нет, зараза. Стой на... Стой на месте, я сказал. Вот, вот. Да нет, не хочу я с собой трейдить. Вот, мы кинули, и сейчас эта граната к нему прилипла. Все. Это отличный способ для того, чтобы для того, чтобы с укрытия кого-то убивать. Мы просто кидаем, допустим, вот сюда в окно, да, идем сюда, кидаем вот в это окно. И граната прилипает к этому окну. И через какое-то время она взорвется, и мы прям сделаем нереально большой сюрприз жителям вот этой, вот этого дома, потому что, что это такое? Или это какая-то библиотека, неважно. Но, что самое главное, это действительно очень крутая граната. Но, ребята, у нас на подходе еще две гранаты, и давайте посмотрим, что они делают. Следующая граната, это анти-гравити гранат. То есть, если мы кинем вот эту гранату, я, если честно, не в себя хотел кинуть, но, но все же, ребята, если мы кинем вот эту гранату, то она поднимет в воздух всех живых существ, которые находились в радиусе поражения вот этой гранаты. То есть, да не себя я хочу! Граната, ты что, на меня обиделась, или что? Не себя я хочу? Нет, я не себя хочу поднимать, а жителей я хочу поднимать. Но давайте мы рассмотрим это в лучшем экземпляре. Ну, где-то, допустим, вот так, мне кажется, что это действительно очень даже круто. Мы кидаем вот эту гранату, допустим, мы ее кинули вот сюда. Не хочу я летать, да угомонитесь, ты граната, вот эта нафиг, которая меня троллит и троллит. Не хочу я летать, успокойся, я хочу этих жителей в космос запустить, а не себя. Мы кидаем вот эту гранату, и все, кто находились возле нас, поднимаются в воздух. И смотрите, что этот пожар чертов уже натворил. Он сжег практически полгорода. Но сейчас эти бедные жители начнут падать вниз, как бы нам этого не хотелось, ребята. Ни в чем. Невиновные жители начнут потихонечку умирать, когда пройдет вот эта антигримитация. Хотя, почему невиновные? Это же торговцы оружием. Кто-то с этих жителей продал же нам кучу различных гранат, с помощью которых мы могли бы просто устроить какой-то апокалипсис на земле. Поэтому, почему они невиновны? Это прям какая-то банда нафиг. Торговцы оружием, если там есть торговцы оружием, значит там есть и торговцы наркотиками и многим другим. Другим. Поэтому, ребята, мы даже делаем доброе дело, то, что запускаем их в космос. Да, не жалейте, не жалейте вот этих наркобаронов и оружейных баронов. Они этого заслужили. Но нам нужен нам честный человечек. Да, уйди ты, антигравитация. Нам нужен честный человечек, который всю серию нам продает гранаты. Мы тебя опять потеряли. Нет, вот ты наш дружочек. И сейчас мы рассмотрим последнюю гранату. Что это такое, как это крафтится и что она делает? Крафтится она с помощью 16, я еще раз повторюсь, 16 обычных гранат и одного стака Тиньки. По самому крафту уже понятно, что это за граната. Это ядерная граната. Атомик, то есть атомная ядерная атомная граната. И в принципе уже многие поняли, что она делает. Допустим, мы залетим вот сюда в центр. Вот в центр вот этого Биг Бена, как я понял. Биг Бена, ребята. Залетим вот сюда в центр. Дайте нам залететь. А пожалуйста, дайте нам залететь. И кинем вот сюда гранату и просто уматываем отсюда, потому что у вас на секунду на две залагает весь Майнкрафт. И как вы видите, вы просто можете посмотреть, что сделала вот эта граната. Вы можете посмотреть огромную дырищу. Огромную огромную дырищу. Если мы допустим закинем вот сюда. Вот мы прям попали вот сюда в центре и посмотрим, что она сделает с этим белым домом. Ну допустим, то что это белый дом. Закинули мы сюда и посмотрим, что она сделает. Я же тебя кинул, да? Ну в смысле я кинул вот эту гранату вот сюда. Не знаю, может она не заработала, но мы посмотрим еще раз. Ты будешь лагать? Конечно же ты будешь лагать. Это же атомная бомба. И посмотрим, что же она сделала. Она просто разнесла вот этот дом на кусочки и плюс тому сделала большущую дыру под этим домом. Поэтому ребята балуйтесь этой гранатой на здоровье. Она если честно очень даже крутая. Мы можем пойти к этим жителям, к этим наркоторговцам, к этим торговцам оружия. Где они? Где они вообще были? Они были где-то вот тут, да? Вот тут. И кинем им под ноги гранат. Вот сюда. Это обычная граната, не пугайте жителей. Это самая обычная граната, которая наверное даже фальшивая. Она просто-напросто не взорвется. Упс, я походу ошибся. Это же не обычная граната была, это атомная граната, ребята. Это прям офигенный способ для того, чтобы искать приключения в шахтах, потому что вы сможете найти прям огромное количество шахт, огромное количество веток в различные шахты. Как видите, мы кинули атомную гранату, которая стоит вообще копеечки, но нашли зато тут около 10 железа. Это стоит того, да, ребята. Поэтому в этой серии мы и рассматривали топ 9 различных гранат в Майнкрафте. Я надеюсь, что я вам немного помог и вы будете пользоваться вот этой командой, потому что она действительно очень полезная. И как я уже говорил, если вы хотите видеть состязание, допустим, состязание на вот этих гранатах, где мы будем с каким-то другом устраивать бой, только на этих гранатах, флеш-граната, смоу-граната, химическая граната, поджигательная граната, обычная граната, атомная, антигравитационная. Поэтому, ребята, решайте только вы. Я буду очень сильно рад, если вы не полетитесь поставить лайк. Чем быстрее мы набрём 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Ребята, запомните вот это. Поэтому не поленитесь поставить лайк, просто вы мне сделаете действительно очень приятно своим лайком. Не ленитесь, ребята, это только одна секунда. Также каждый подписчик для меня большущий друг, поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчика. Всё, что от вас требуется, это просто нажать на красненькую кнопочку с надписью подписка. За это я вам скажу ещё раз большущие и отдельное спасибо. Две секунды, лайк, подписка, я вам всем пожму руку. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, не каждый это сможет протерпеть, многие перематывают, многие выключают. Кто всё-таки смог досмотреть, тоже вы отличный молодец, вы прям большущий, отличный, самый лучший молодец на этой планете. Вот прям балуйте себе как хотите. Мы будем, к сожалению, прощаться на вот этой серии, но я буду надеяться, что вы придёте посмотреть мое следующее видео, я всех вас там жду, приходите и просто будем вместе дальше продолжать развлекаться. Ребята, я ещё раз вам скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.